На брифинге Протасевич активно отвечал на вопросы, пытаясь уверить присутствующих в своей искренности. Он отметил, что прекрасно себя чувствует, никакого торга со следствием нет, и он действительно считает, что нанес урон стране и пытается исправить ситуацию. Наблюдатели в Беларуси сейчас бурно обсуждают, как относиться к публичному появлению Романа Протасевича и его словам, ведь на него очевидно оказывается давление. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. Люди на улицах Минска выступления Романа Протасевича комментируют так. Он противоречит сам себе своим убеждениям прежним. И впечатление, что все-таки какое-то давление было, что он не совсем искренне. Я понимаю, что, скорее всего, человеку промыли мозги, и мне просто искренне жаль его. Ну как? Не солидно ведете? Ту работу, которую он вел, многие люди повелись на это, ну а сейчас в них проблемы большие. Вчерашняя пресс-конференция, без сомнений, была очень важна для властей Беларуси. Половину зала заняли приглашенные дипломаты и послы. Впрочем, многие из них поспешили уйти, как только на брифинге появился Протасевич. Кроме того, специально для освещения брифинга мне, корреспонденту Deutsche Welle, предоставили временную аккредитацию. Хотя МИД Беларуси уже на протяжении 8 месяцев вообще не отвечает на заявки наших корреспондентов.